И Сына, и Святого Духа. Аминь. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 4 глава, с 5 по 7 стих. Просьба, применяйте все к себе. Тема страшная, которую сейчас я буду открывать, которой мы все повинны. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и ополосу ради вас, чтобы вы научились о нас, не мудроствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя, что ты, имея из чего, бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил? Никак. Вот это слово «никак» мы вообще не слышим. А почему? Вопрос-то. А потому что сокрытое во мраке. Помышление, намерение Бог будет судить. Нет, святые канонизируют, остальные ханапями предавать. Ведь речь-то идет о том, что мы ничего не знаем и не видим. Ксения Петербургская, муж погиб, надела его шинель, поделась, ночью где-то на кирпичи носила, все, больше ничего нету, святая. Да как били за это, чтобы канонизировать? За это от церкви отлучать надо. Дальше. Серапима Саровского. Ни один архиерей не проголосовал за то, чтобы его прославить, как говорят святых. Никто раз за разом поднимает вопросы, его отвергают. Ничего не было там. И тогда царь приказал канонизировать. Ну, перед царем все сразу. Это что, царю много открыто, а царь-то Бакур был. Мы знаем сегодня худшего царя в России не было. Худшего по политическому царь. Ну, неужели Петр Первый допустил бы такую беду? На Голгоф и всю страну потянули. Иоанн Грозный решил бы, но как верующий, поверь, это самый лучший был царь. Лучший. Он претерпел мучения. Он святой. Понимаете? Он должен занял ту, которую ему не надо было занимать. И так его канонизировали. Откуда мы знаем? Да ниоткуда. Как били за то, что Матронушку. Сколько еще он и собирали. И теперь собирается в специальный отдел по канонизации. И говорят, надо еще поискать. Свидетели какие были. Ну, откуда вы знаете, где она? Ну, ладно, наши свидетели. Слепая. Дальше что? А то, что она священников обречала, что они не учат народ. Да вы что? Вычеркнуть? Ну, как? Это не ее биография дальше-то, если этого нету. В биографии все пишется. Все. Блудник, значит, блудник. Убийца, значит, убийца. 50-й псалом считайте. Кто такой царь? Мы знаем его. Он кто? Царь, пророк и псалмопевец. Пока царя, ну, никуда псалмопевец. Вот это для нас главное. Мы каждый день считаем. Конечно, кто молится, если. Но Писание священное не упустило, кем он был, что он делал, с какой жестокостью расправлялся с врагами. Это был фашист самый настоящий. Вот взяли в плен 3000 человек. Он сразу разделяет на три части. Одних положить, и которые молотят хлеб, по ним танками ездить. Других сбросить в пропасть. В-третьих, сжечь в печи. Ему зачем это надо было? Главное, я говорю, к тому, что священное Писание не утаило. Ну, кто писал-то? Вышел он, да и все бы. Мы бы не знали, какой он паиньки. Ну, Бог нашел только одно семейство Содом, Гоморра и окрестные пять городов. Семь городов. Лот. Он мучился среди них. Среди этого народа живя. И он вышел. А дальше-то что получается? Рождаются дети. Он и мой дедушка, и отец одновременно. Упился, что и не знает, с кем спал. Один или еще проснулся, и как во сне видел. Но могли это в Библии-то не писать. Нам мусульмане сегодня говорят два книга. Это об одном сексе говорит. А меня это не это, а именно то, что ничего не скрыто. Эта открытость Библии меня привлекла, когда первый раз стал считать. И я понял. И мне не надо ничего этого скрывать. Бог очистил, приблизил, омыл. У нас как? На два лагеря. А как канонизируют? А мне нравится. Ну кто из вас молится про топопа в вакуум? Устаробряться, по-моему, святой. Это смутяно смутяно был. В яме сидит. Десятый, одиннадцатый год. И дает повеление. Умер царь. Дегтя принесите. Его склеп стоит прямо в храме. Облейте его смолой и дегтя. Дают указания, как? Уже все. Уже приговоренный. И оттуда послали. Ну ладно, это партизан какой-то. Это понятно. Но это верующие. Житье им самим написано о себе. Но не утаил. Ты сделай так. Призови батюшку. А перед этим во дворе выкопай яму. И там коле установи. Заостри кверху острием. И сделай так, чтобы будто бы люди ходили. Ну и маленько. И он упадет и живот пропорит. Пузо-то пропорит. А ты вокруг бегай и говорю. Ох, батюшка, я не знал, что тут яма. У себя во дворе он не знал. Чему он учил про топопа вакуум? В данном случае, для старобряцев это незыблемо святой. Но если святой, он должен быть не таким. А взирая на кончину жизни, и написано, разрешается нам поминать. Как поминать? Может быть и в молитвах. Я буду сейчас говорить о том, что самых страшных деспотов, тиранов, людоедов канонизируют. Православная церковь Московская патриархата уже не в одном храме. Канонизировали сами по себе Сталина. И он стоит в бушлате своем, держит в руках Библию. С этой стороны Александр Македонский, с этой стороны Александр Невский стоят. Иконы. Уже сколько говорили. Это что, нормально? Наконец зашли до этого. В Латвию приехали, икона стоит от Вольфа Алоизовича Гитлера. Я говорю, а его-то за что? Так он евреев гнал, убивал. Заодно это надо канонизировать его. Это уже не сумасшествие, это беснование дикое. Когда к этому народу прикоснуться нельзя, и худое слава Бог запрещает проклинать. А сколько? Как говорят, холокост 6 миллионов проглотил. Для маленькой нации это половина нации. Маленько просто кинем себя. Нас скажут, ну а вы кого-то можете, не нашей верой, канонизацию признать. Мать Мария Тереза, каткаличка. И она добилась разрешения у папы, чтобы она разрешила в миру быть. Она монашка, она не масонка. И она поехала куда, в Индию. И первая школа ей была во дворе, мелом писали на стене кирпича. И она сказала, на небе звездам не бывает тесно и детям в этом государстве. И где бы кто ни был, она одна. И наконец я узнаю, у нее подъем всегда было 4,40. Я никогда не знал. Мне говорят, а почему вы стоите в 4,40? Я не мог сказать. Я понял, один и тот же дух у нас. В 5, в 6, но в 4,40. И теперь у ней тысячи, написано, десятки тысяч сотрудниц. Даже в спитаке было землетрясение, она сюда приехала. Взяли человека безнадежно больного прокаженного. Принесите его. Он должен умереть по-человечески. Она за руку уберет. Да заразишься, мать Тереза. Бог знает, заражусь нет. Посмотрите, как у него глаза просветлили. Вот ведь о чем речь. Не судите никак. Католики, там, Кунцевич, как она не зверит. Самый сильный гонитель православных. А у русских такого не бывало. Бывало. Иосиф Володский канонизировал. Он день и ночь, простите за выражение, подталкивал князя. Козить надо. Там иудействующих казнить надо. Тот говорит, мы христиане. Ты главу, ну тебе дал. Ты целая губерния, тебя Бог накажет. И где бы он ни был, и наконец долбился. И эта инквизиция началась у нас. И ему молятся. Он канонизирован. С Нилом Сорским воевал. Нил говорит, мы христиане, мы должны быть бедными. Мы должны раздать. Нет, церковь должна быть богатая. Церковь, как иудество канонизировано, богатая церковь. Здорово же это. Не судите никак. Я не сужу, я просто освещаю эти события. А что? А нафема. Сейчас мы все это прочитаем. Если я немножко затянул, простите меня, пожалуйста. Тема такая, делить ее никак нельзя. Как? Придавать анафеме. Вы куплено, считали анафема? Вот это и есть. Буду толстому, когда... А он ночью-то казаки посчитал книгу-то. Ему анафема надо. А он многое лето запел. Потрес буквально храм. А кого? Каждый год проклинает Стеньку Разина по сегодняшний день. Емельку Пугачева. Ну нет, их они уже где-то там. Где мы не знаем. Емельян у всех просил прощения стоял. Его руки, ноги сначала отрубили, потом голову. У всего народа православного перекрестился. Простите, дурак, куда я вас завел? Откуда мы знаем, где он, когда он принес покаяние? Где он, кто скажет, что разбойник в раю? Не судите никак. Ибо Господь придет, осветит сокрытое во мраке. А кто этот мрак напустил? Этот мрак, это тайна. Мы сегодня видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно, Павел говорит. Когда затмение солнца, зательнят маленько на свечках или как темно, чтобы посмотреть. Мы не можем познать святость Божию и дела Божии. Тускло, как бы гадательно. Самое простое. Мы сейчас рассмотрим по священному писанию, кем мы должны быть. Я просто освещаю события. А вы святых признаете? Всех, кого признали, кроме Волосского. Я Матроне не молюсь. Хоть два человека. Я молюсь всем каждый день. Каждый день я поминаю примерно 77 святых. Каждый день. Семь раз. Так что меня в этом нельзя обвинить. Но у меня свой разум и своя совесть. И я говорю, этот пункт мы никуда не перейдем. И какая обязанность? Павел говорит, я совершил поприще. И готовится мне венец, правда. И всем возлюбившим Господу уже готовится. Зачем остальное? Вот приходят протестанцы. Все приняли. Я им свидетельствую. Они приняли, что они не в церковь приходят. Но я не могу молиться. Обязательно Божьей Матери Святой. Не молись. В канонах этого нет. Но против не говори. Священники за это меня люто не навеют. Но он и не придет никогда в православие. Они приняли. А потом постепенно, глядишь, как-то он оботрется тут. Будет такой же глупый, как мы. Мы просто должны быть исходительны к людям, которые что-то не так понимают. Передо мной прошли ни один, ни два. А многие тысячи людей. Как доктор богословия Павел Бочков пишет. Говорит, тысячи людей, которые пришли через него. Говорит, куда вы денете? Это и мусульмане приезжали, у нас уже крестились. И кого только не было. Из разных стек. Что это означает? Дух Святой. В моем здесь ничего нет. Вот говорит Феофан Затворник. Его канонизировали. Ян Кроштавский. Канонизировали. Игнатий Бричанинов. Игнатий Шанхайский. Игнатий, говорю. Ян Шанхайский. Кто канонизировал церковь? Сарабрятцам, когда переходят от нас люди, должен отречься, чтобы ни одного не признавать. Где канонизировать? Ну, он канонизирован уже. От него труды остались. Ну, почему должны? Вот. Ян Кроштавский. Ему многое было открыто. Нет, он не святой. Я говорю, а сиропим. Знаете, человек, когда не признает и лжет. У старобрядцев считают, что он курил и обронил нечаянно папироску. Папироска загорела. Мешки у него там были. И он задохнулся в дыму. Их учат на этом. Вот эта вот канонизация, как вот этот славящий Баркульский. Это ребенок умер. Ну, церковь назначила комиссию. И признали, ложь, сплошная ее, динозавры там под землей, они выйдут, там все, он пишет. Ну, ребенок маленький. Это мать. Мать его. Там с одной женщиной. Церковь православная сказала нет. А думаю, вы же сами это делаете. То есть, если бы они не канонизировали, то понятно было. А как? Да никак. Потому что это сокрытое во мраке. И мы считаем Слово Божие. Первое Петра. 1, 15-16. Посмотрим, какие мы должны быть, чтобы попасть в рай. Я попутно хочу сказать. Знаете, есть, ну, любой там, кажется, хороший, сравнительная степень, лучше, превосходнейшая степень, наилучший. Святой, святее, святейший. Слово святее в Библии вообще отсутствует. И святейший к Богу нигде не относится. И к людям нигде не относится. Относят только к храму и к земле, к вере Христовой. Больше нигде. Я все места прочтю. А патриарха как? Ваше святейшее, святейшество. И все оба буквы с большой. Оба слова с большой. Это не надмение, это не прелесть. Они любят другого менять. Гордыня и прелесть. Это не гордыня. Ваше святейшее, святейшество. Большая Библия. Я сегодня специально взял Библию православную. Из неканонической прочтем кое-что даже. Итак, 1 Петра 1, 15, 16. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Ничего больше не надо. Будьте святы, подражайте. И не надо никакой канонизации. Ты святой, двери открыты. И дальше. Ефесянам. 1, 4. Запоминайте хоть что-то. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны при Ним в любви. Беседование с человеком, хороший, нормальный, все у него хорошо. Слово Божие не вмещается. Я долго искал причину. Искал не просто так, а, как Павел говорит, со многими слезами. Я вопиял, простирал руки. Господь, мне это непонятно. И Господь, я полагаю, Господь положил на сердце вот это место. Он не записан в его жизни. И ничего не докажешь. Ты день и ночь бейся за сына, за дочь, и ничего ты не сделаешь. А она не записана в книге жизни. А почему? Конечно, вам трудно это слышать. Но, говорит Господь, когда они были в очреве матери, двойняшки, у Ревекки, Яков и Исаав. Господь говорит, Якова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Руки опускаются. Господь, ну он в очреве не родился еще. Он не соображает. Мы не знаем, кем он будет. Это у нас, говорим, вчера, сегодня. У Бога все сегодня. Ни вчера, ни завтра нет у Бога. И поэтому он знает его жизнь. И заранее. И говорит, ну он ему не препятствовал быть таким же, как его родной брат Яков. Вот в чем дело. Чтобы на Бога не было ропота никогда. Библия-то открыла. Он знал и возненавидел. Ну прямо иди к Параону, вывести народ надо. Ты иди к нему. А я ожесточу его сердце, говорит Господь сразу. Ты иди. Ну он сейчас лег спать. Жена ему говорит, да отпусти это этих евреев. Сколько они хирпищей тебе этих наделали с соломой. Ну отпусти. Ну может быть так, говорит. И он говорит, да, надо отпустить. Только двери застущали, кто? Моисей пришел. Ну ненавижу. Все. Ты иди, а я ожесточу. Еще и забыл о чем говорил. Пилат расположен был отпустить. Отпустил? Нет. И жена, как говорят, там его убеждала. И юнейка была. Бесполезное дело. Он не вписан в книгу жизни. Я нашел ответ. И поэтому люди подходят, свои родные. Господи, бесы нам повинуются. Да бесы никому не повинуются. Повинуются. Постом и молитвы изгоняем. Я вчера на тему говорил. Кто не был, тот может в интернете найти эту проповедь. И что? Не радуйтесь ему. Радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. И как мы должны об этом заботиться? Впиши в книгу жизни меня, Господи, если не вписан. У нас в молитве этого нет. Нет. Ну ты ходишь в храм, причащаешься, человек. И я такой же. Я один из вас. Но считаю Римлянам 8-9. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А имею ли я? Я говорю, будем говорить. Завтра я скажу проповедь на эту тему. Я в Москве говорил, в храме. У Кирилла, который приезжал. А другой спрашивает, а как я узнаю? Вы мне должны сказать во мне Дух Святой или кто скажет? Я однажды дал задание потерянки. Следующее занятие будет такое. Заголов. Почему я такой вредный? Один вышел из них и меня спрашивает. А я кто-то про вас мог узнать, что вы вредны? Нет, ты про себя скажи. А я думал про вас. Ты про себя расскажи. Какой ты подхалим, какой ты подкаблующий. Что ты делаешь? Какие слова в тебя дают семена, какие не дают? Почему ты вредный? Любое решение, принятое Богом, соборами, у тебя корежит аж от них. Почему? Написал он? Нет, не написал. А я написал. И меня за это упекает. Как бы вы ни написали, много людей пришло. Вы себя сказали то, что ни один человек не знает. Я говорю, как я вел себя во время суда? Ой, как вы себя мужественно вели. Прямо коммунистом все резали в правду. И людоедами их называли. А я говорю, все это не так. У меня внутри все сжималось. Я трепетал. Я пользовался этим моментом. И думал, он не представится. У меня даже на этой стихотворе не написано. Я другой. В глазах, да, Господь показал меня такие, может быть, надо это. А у меня все сжималось. Потому что со 112-й премии я легко мог сосказнуть на статью 70-ю срок в два раза больше. В два раза больше. А домой охота. У меня дело там брошенное. И поэтому Господь увидел, что я не держусь за это. И открыто все вылепил им. Судьям. Прокурору. И Господь так сделал, что они не сверхнулись на другое. Только сказал один. 12 экспертов было только. Кандидатов наук. Какой стержень у вас крепкий. А я только подумал, был бы ты на свободе со мной, я бы тебе еще крепше показал. Уж кое-что утаил. Считаем дальше. Бытие 31. Будьте святы, как я свят. И мы даже все время говорим, Господи, соделай меня таким, чтобы тебя не огорчать. Бытие 31, 24 и отдельно 29-й. И пришел Бог к Лавану, армянину, ночью во сне. И сказал ему, берегись. Не говори о кого ни доброго, ни худого. Есть в руке моя сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись. Не говори о кого ни хорошего, ни худого. Вот это и все. Ни за, ни против. А почему ты начнешь говорить хорошее? Яков, так ты хорошо впас моих овец. За одну только дочку эту, Рахиль, ты посмотри, сколько у меня. Ты 14 лет отработал. Я Богу благодарен. Ну и подлез же ты, не сказал, не просился. И угнал его. Внуки-то от меня же все-таки. Я отец стою. Не говори. У тебя поползут слова другие. Не молчи. Вот у нас приходят люди в храм. Я часто говорю. Не становитесь здесь в коридоре. Особенно вот здесь, где двери есть. И не говорите лишнего. Я ничего не могу сделать. Не вижу. Хватает прям за руку. Даже сегодня брат идет. Ему надо книги подготовить. И ближу лицо начинает менять человека, от которого вы что делаете? Вы в храм Божий пришли. У вас ничего не должно быть на уме, как достучаться до Бога. Все остальные вопросы сейчас тут кончатся. Выйди да поговори с человеком. Есть люди, которые совершенно не принимают то, что я говорю. Прямо глаза делают свирепые такие, как у старообрядцев. Прямо слышать об имени ногу. Это вы разорвать на счастье. Третье поколение воспитывает на ненависти и ко мне в глаза не видели. Мы пришли в храм Богу молиться. И братья стараются. Вот он не придет, и у нас как-то что-то есть, а чего-то и нет. А как канонизировать, я сейчас покажу. Отдельной Библии. Дальше. 1 Коринфянам 3.13 Я специально в Библию, чтобы держать руку, хочу сказать небольшую новость вам. Потому что это проповедь простая такая. В Москве появился хороший человек для нас. Он приезжал на крещение. Это первый человек, которому батюшка отказал крещение. Я к нему стою с другой отец таким. Но он моченый. Нет, он сказал, что священник сказал ему. Но он сказал, что не было там этого. Откуда ты знаешь? Я молюсь. Откуда знаешь? Мне не обязательно ехать. Батюшка, я опять встретил на улице, видно, надоело ему. Я сказал, на эту тему не говори. Я тогда говорю, Николай, зачем ты батюшке сказал, что ты в полное погружение? Ты же не был там. Ну, я спросил священника, он ответил. Поезжай к нему. Я ему говорю, ты не крещеный. Понимаете? Кто-то это все слышит. Батюшка сказал. Человек сказал, а вы не верите? Не верю. Человек-то живой, батюшка живой, можно переспросить. Он пошел к тому священнику. Поехал, добился. Купель, все правильно. Он говорит, а в каком году вы крестились? Он говорит, в таком-то, в четвертом. О, купель у нас на четыре года позже появилась. А до этого как было? Ну, как всегда, мокрой ладошкой. Все. Так ахнули. Если бы я, Николай, тебя не посылал, ты бы не узнал, не узнал. Что ж ты такой-то? Это же крещение. Батюшка сказал, батюшка ни слова не говорит. Батюшка, молись. Потому что ты ближе к Богу, чем я. Я вам рассказываю не басни. А что делать? У меня не один ответ. Молиться. Посте и молитве. Вопияй к Богу. Не говори ни хорошего, ни плохого. Пришел в храм, он там. Зайди, у нас трапеза есть. Время, если раньше пришел, можно поговорить. Не препятствуйте другим молиться. Вот у нас, видите, какой порядок. Не ходят. Осталось-то. Было 99 нас. 99. Станья была, одного не хватало с ребенком. Ушли. Некоторые уехали. Ну, уехали, это тут понятно. Другие замуж сразу на кухне скрывались в кочегарке. И сразу трое от нас отшибло. Женихов нашли, но по интернету. Поэтому вынесли мыстрич. Теперь решение. Висит оно в трапезной. Не знакомится. Все три ушли. Одновременно. Другие увидели патриарха Алексея Второй с лавром за одним столом. И вы знаете, две семьи с идишками сразу ушли. А потом третий к ним пристал. А мы как были в зарубежной церкви, никуда не перешли. И нам удивительную свободу Бог дал. И они пытались теперь всех натравить. Поставили задачу разрушить общину. И всем подавали. Когда они шли сюда на богослужение, подавали. Вы знаете, о ком я говорю. Я подал в суд на них. И в суде они от всего отреклись. Нет, мы похотели сказать. Они знали, статья накрывает их. Юристы там надо... Нет, они лично для себя. Это что, где-то? Это случайно? Нет, 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 нет. Статья очень суровая. Все. И больше нас это не показывают. Только не худые известия доходят. И все. Нехорошее известия. А как надо делать? Перед Богом. Если некоторые ушли, просто говорить стыдно. Из-за какой причины? Нет теплого туалета. Умер человек? Нет. Другие ночи. Прямо привязываются. Ну, даже нельзя укоротить. Буйствуют. Только идти к старообрядцам. Спущи к старообрядцам. Их там приняли. А там сразу кулаками. Все на место стало. Я знаю. Мы предупредили их священника. Дали им характеристику. От них к нам приходил все время здесь. Наша сестра понравилась. Мы от этого отрезали. Он подавал заявление. Мы сказали, вернись назад. Кто так делает? Если когда о Царстве Божьем заботится. У нас при образовании общины необыкновенное, незаписанное условие было никого к себе не звать. И мы сохранили. А как? Просится человек. Узнает о нас. Приглядится. Мы проверим его. И тогда подаст заявление. Ведь так принимают. Так вы и исчезете. Не знаем. Может быть наш час еще этот хикс не пробил. Рядом где-то стоит. Я даже на время думал там пристройку сделать к этому дому. Итак, канонизировать опасно. Анна Кашинская несколько раз канонизирует, деканонизирует. А почему у мертвых пальцев оказались двуперстно сложены. А эти-то троеперстно. А старобрядцы ее сразу к себе зачислили. И что-то у нее там было. Когда считают житие от святых. Это просто удивительно. Это я вам буду говорить. Но вы проверить, конечно, не сможете это. Вам это не запомнить. Ну, сказать я все-таки могу. 2 сентября Андрей, юродивый, заходит в город. Флаги приспущенные. Хоронит человека. Все говорят, святой. В столетии один раз такой рождается. И он решил туда повернуться, пошел. Подходит. А там сатана стоит у гроба. И трезубец, ну как рыбу ловит. Бьет его и сердце вынимает. А люди идут, попы, кадилами со святыми упокоят. А бесы крещат, визжат, хрюкают. А там все написано в житиях святых. Дмитрия Ростовского. И сыплют пеплом. И с туалета водой поливают. Человека достойно всякой казни. И они со святыми упокоят. Будьте вы прокляты, христиане. Еще кто-нибудь вырежет эту фразу и скажет, что я проклинаю. Я цитирую. Это как? Сходится с тем? Канонизировали бы? Канонизации некоторые боялись. Потому что начнут мощь разрезать. Антония ушел, его нигде нет. Илариона мощей нигде нет. Видимо заложил себя там изнутри. Ну и пришло время, он умер. Нам быть нужно очень осторожными. Все поздравили. Так, к причастию готовься. Да, я постился. На канон Андрея Критского ходил. Все у меня. Ладно, я буду причащаться. Маккарий Александринский, один из самых таких знатных. 19 января у него житие его. Он уродива 2 октября. Я называю, где взять. И он заходит. Люди все с причастием. А он видит. По храму рыскает эфиопы. Черные. Вы знаете, кто это? Демоны. Человек рот разевает, руки сложил. А демоны в рот толкает ему уголь. А священник подает, а они до рта не наносятся. И незрим ангельской рукой все уносятся назад. Я не придумываю. Так что и кто причащает, они должны помнить. Никогда считать в церкви это не будут. Я считаю то, что в жития считаете другие. Почему эти выбрасываете? Эти жития как раз самые полезные для нас. Мы должны низко опустить голову. Тебя постигло несчастье. У человека что-то там дурдом за ним, что есть. Я ему назначаю лекарства. И вы знаете, как священник? Знаю, у меня открыто. И польза будет. Бог знает, но это лекарство очень действенное. Это пост и молитва. Демоны изгоняются. И дальше я ему отдаю свой рецепт. Каждую неделю прочитывать громко вслух Новый Завет. И за каждые два дня Псалтырь выходит за неделю. И громко сзади тебя толпа стоит. А почему? Этим графиком я прошел в тюрьме. Все твердыни рухнули. Я канонизирую вот это. Ну, пришло время. И тогда все уже. Вернули нам, за что я судился. Пришла реабилитация. И все стало на свое место. Почему? Доверие Богу. Не надо раньше времени двери открывать. А у них главный лозунг, сейчас говорил, гордыня и прелесть. А это не гордыня и прелесть. Не знаю, где человека, а вот туда толкать. Мы прочитаем еще несколько мест. Евреям 13.7. Запомните, как канонизацию делать. Мне пишут. Вот поверьте, пройдет лет 50, и его будут канонизировать. И вместе. Я говорю, дам сапогу вам из могилы вылететь. Я их стращаю просто. Не дурите. Я грешный человек, но меня Господь возлюбил и открыл истину. Я больше ничего себе сказать не могу. 13.7. Повторите, евреям 13.7. Как канонизировать надо? Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Значит, живому нет, а когда кончина придет, тогда можно все это поднять. Которые проповедовали. Монастыри уходят в сторону, не проповедовали. То есть все эти канонизации, 99% канонизированных по этой строке уже выпадает. Не знаем. Это называется зарытый талант. Мы сейчас прочитаем про это. Да он был такой, кто-то там знатный, ушел. Я рассказываю, вот с священником мы беседовали. Я говорю, вы считаете, у него фамилия Доропеев. Я говорю, Доропея знаете? Ну, конечно, чтим их православие. А вы знаете, у него на послушании был, ну, молодой там, княжеский сын, или офицер, там по-разному пишут. До Сифей. А он был такой любознательный. Ну, может быть, 20 лет ему было. Ну, совсем молоденький был. Интересуется, Библию считает, а не понимает. Подошел к Ави Доропея. Он хороший, святой. И говорит, Ава, ну вот это место, как понимать? Тебе зачем? Ты причащаешься, ходишь. Не надо тебе это знать. Это все в житиях написано. Проходит какое-то время, то ли забыл, то ли еще, он опять к нему. И сразу надоел. А настоятель где-то там. И он пришел и говорит, у меня такой молодой послушник явился. Ему надо Евангелие знать. Я к тебе пошлю, ты отколоти его как следует. Чтобы он не любопытничал. Сегодня это то же самое. Так он святой сейчас. Иди, говорит, настоятелю. Настоятель его как пробрал, да палка его, да по спине. Он вернулся оттуда. Ну ты был у него? Было, Ава. И как? Ну что было? А он меня, я боюсь сказать, вот сюда ударил. А потом там. А он хороший. По-другому-то нельзя сказать. Он хороший. Он палкой меня навернул там. И сказал, замри, чтоб я меня слышал. Евангелие тебе знать. Недавно тут пишут наши люди, близкие. Вышел из старости и говорит, подумать надо, братья и сестры. До чего мы дожили. У нас явились люди здесь, которые говорят, что жить надо по Евангелию. Дорогие братья и сестры, да кто ж по Евангелию жил когда? Это на полном серьезе. У нас выходит благощина Алтайского края. И говорит. Он не называет, он знает имя, которое человека не называет. Люди у нас появились, златоуставцы. И они говорят, что жить надо по духу, а не по плоти. Какая-то новая ересь появилась. А ему наши священники в алтаре там двое. И говорит, батюшка, так это Павел сказал. Еще же я сказал-то так. Они на меня накапывают архиерею. Вот и все. Зачем жить по духу? Это, я говорю, официально. Вот она канонизация, вот она Анапима. Кто проповедовал Слово Божие, что ты не с пустыми руками пришел. Покажите, сколько лет вы здесь находитесь, кого привели. Конкретно скажи. Вот человек, который пришел за... Она от Бога, конечно, но через него. Проповедовал Петр, три тысячи пришло. Ну мы знаем, он может сказать это, да? Почему не можем сказать? У русских сегодня в среднем на одну семью 1,7 ребенка. В общем, для всех. Это означает, государство себя не восстанавливает. Даже двух нету. Мусульмане 8,1. Так это относится сегодня к православию и протестантизму. Они появились тут от Мартина Лютера. В 1639 году, 17 век, первая баптистская община появилась. И сегодня их почти 800 миллионов. Во всем мире. Разных. А православных 255. А почему? Я ни в жизни не встретил ни одного ребенка, который был бы привязан к богослужению. У нас в лагере были дети, но не хочет работать. Он пилит дрова, он кое-как. Но когда только идти в храм, они спрашивают, а батюшка будет? Когда батюшки нет, раз в четыре. Короче. Служба-то. Он готов. Если батюшка там, может я сам его сменить и будем пилить? И он будет пилить им все, только чтобы в храм не идти. Ну неужели это не видят священники? И бьются, чтобы на русский язык не переводилось. Ну не понимают, столбами стоят. Мы очень-очень похожи на мусульман. Только на арабском. А арабский не знают. Я говорю, вот хороший перевод Кулиева. Мусульманин нельзя. Ничего не знают. Передо мной прошло 2600 мусульман. И ни один не считал свою книгу. Ни один. Я говорю, как православное. Кто считает Библию сегодня? Кто считал? Вы по порядку. Начните перебирать родство свое. Пришли к Богу, нет? И вот с этим мы явимся. Кто проповедовал? Тут речь идет не о проповеди только. О подчинении Богу. Обычно родители последний наказ дают уже стоя на ступеньке в поезде. Ты не забывай там птицам давать или кормить. Там корова осталась. Забудешь другое там, а Господь последний. Итак, идите проповедовать Евангелие всей твари. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Марка 16, 15. Это последний наказ. Уже сейчас поднимается Господь на небо и оставляет нам. Идите по всему миру. И это сказал апостолам о златоусту. Златоуст говорит, если вы не понесете мое слово, я ничего не успею. Я вот один говорю здесь, вас здесь два десятка, три десятка. Другой человек это записывает и в интернет заносит тысячи. Но у меня подписчиков 57, не подписчиков, просмотров 57 миллионов. И против. Я сам не проповедую, и другой, чтобы не знал. Вы сами подумайте, ладно ли это. Здесь даже мы одинаковые все. Я говорю, я желаю, чтобы это люди слышали. Я не скрываюсь. Архиерей будет слушать? Будет. Были в этот, сейчас, кто из вас был на прощенное воскресенье? Когда я подошел к Архиере, он просто благословляет, там, и все. У меня руки растянуло, разулыбался, обнял, стоит. Вы, это не игрушка. Это Господь его так располагает. Спрашивает что-то. Я ответил, скорее, вперед, он еще вдогонку еще спрашивает. Весь прям от, ну, видели сами, кто там был. Рассел. Что это означает? Благодать Духа Святого. Мы ему не принадлежим. Но он наш, как самый дорогой и близкий человек. Какой был тот Архиерей? Мы молились, и Бог дал. И такого, может быть, во всей Патриархии нету. Вот как Бог делает, слышит. А назначать, Он назначает. Патриарху. И мы написали письмо. И послали Патриарху. Вот, представьте, мы сидим за столом. Я говорю, вот так-то прощали с апостолом Павлом, 20-я глава. Там он сказал, среди вас будут лютые волки, священники, архиереи. А потом вышли, преклонили колено на берегу, плакали на шею, падали, ему целовали. Это правильно было? Правильно. Я говорю, Владыка, у батюшки за столом. Мы можем так проститься с вами? А почему нет? И тогда мы расстелили палатки. Он встал на колени. С ним там священник, батюшка, там семинарист. Откуда люди все встали на колени и молились. Это картина была. Мы все тут сфотографировали и Патриарху Кириллу послали. И просим, не убирайте его. Он услышал, старобрядцы у нас есть, мы недовольны. И он сказал, какие люди недовольны, я хочу их видеть. И пешком из храма пошел в другой конец деревни. И пришел туда. Конечно, он еще, потому что неожесточен, но он пошел. Это редкость. А почему? Многие молитвы за нас молились из Архиерея. Мы не знаем, где он будет дальше. На сегодняшний день вот все в этом положении. Дважды в год почти все время приезжает к нам за 150 километров. И каждый раз, даже в храме мы были. Он просит, Игнатий, скажите проповедь. Вы видели, когда я в храме был, в метрополии, за столом сидим. Он позвонил, чтобы я пришел. И я говорю, один час, пять минут. Все снимается, фото. Я говорю, ну, Владыка, ну вы-то хоть скажите. Золотые слова, Игнатий, не умолкайте. Четыре слова. Я не напрашиваю ни на какие похвалы. Я к тому говорю, какого дал Бог человека. Мы считаем первое Коринфянам, 12.3. Послушайте, где анафему можно увидеть. Четыре раза анафема употребляется. И посмотрим, не мы ли под анафемой. Это вот я для чего показать хочу. В первую очередь на нас она падает. Потому, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господа, как только Духом Святым. Проверьте себя. Сложный вопрос. И ты просто по наущению или Духом Святым. Дальше. 16.22. Четыре раза в Библии подтверждается это слово. Больше нет. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема? Марат Афан. Кто не любит Господа? Отномолите себя. На исповеди бы дядя, батюшка бы спрашивал, ходил ли ты, любишь Господа, как узнать, люблю. Господь говорит, кто любит меня, соблюдет мои заповеди. А как заповеди соблюдать, когда Библию сто лет назад только перевели, сто пятьдесят? Ее не было у народа. Как знать заповеди? Как исполнять? Нас в какую яму загнали? И кто? Те, кто руководители там. Я повторяю еще раз. Куда же смотрели цари? А царь, оказывается, хотел. Архиерей, наконец, пришел. Филарет, там, Амфилохов, другой был, кроме Дроздова. Какая причина, что препятствовали? Он сказал, если Библию переведете на русский язык, в стране будет революция. Я думаю, почему? Оказывается, сразу понятно, что люди были неверующие. Где наши родители? Тут такой бунт будет. Не надо Библию знать. Наконец, перевели. И она Библия, буквально, может, за месяц, больше половины уплывала к сектантам. Православным купили там за два рубля, допустим. А тут им дают три рубля. Черт, считать не буду, отдай. Не считают, лгут. Не считают. Отдельно Евангелие еще и издавалось. Издавалось. И пишут про Николая Первого. Он без охраны ездил. И вот заезжает, где коней меняют, станционный смотритель. Ну, поговорил, заплатил. И говорит, у вас, я гляжу, тут Евангелие. Он говорит, да. А где считаете сейчас? Деяние апостола, первая глава. Он взял, посмотрел Деяние апостола. Закрыл книгу, вернулся. Он только уехал, как хозяин, разругался. Царь, ну мог бы дать побольше-то. Ну, дал, как будто бы нищий какой. Царь возвращается через три дня. И видит он, его неласково встречает как-то. Он спрашивает, Евангелие-то считаете? Считаем. А где сейчас считаете? Ему сказать нечего. Он открывает, а заклад, а там он положил ассигнации, деньги, которые полностью хозяйство купить, три машины, технику, все можно купить. По нашим меркам-то. И я, говорит, только увидел, говорит, этот, его, который с ним ездил, кучер-то, как у царя, говорит, мелко задрожали плечи. И он прошептал, вот, вот, везел, вот, и здесь он, вот. Давайте безо всякой лжи скажем. Любим мы Господа. Яркий рейт сказал, Владыка, мы все сделали. Ну, там прощались с Павлом навсегда. Но мы с вами не всегда, поэтому плакать не можем так. Они прощались навсегда. Падали на шею со слезами. Мы без слез просто обнимаем его, стоим, Владыку. Я даже это сказал. И дай Бог, чтобы он здесь и жизнь прошел. Узнали, это, Чехословакия, мне пишут, где он служил, в Эстонии, в Израиле. К вам какого человека послали? А он священником там был. Он везде оставил след. Представьте, государство награждает своими орденами его. Он где было, там, неурядец, он все уладил. Он миротворец. Помните, всегда поминайте его. И благодарите и патриарха, что он нам такого архиерея послал. Дальше. Галатам 1, 8 и 9. Самые страшные слова. Держитесь, кто сидит за стулья, чтобы не упасть. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Анафема. По-другому Бога называют как-то. Исповедует Христа. В первом послании Иоанн говорит, кто не исповедует Христа, пришедшего во флоте, это не на исповедь. А исповеди не было первого века. И никто, не знал никто. Ну, 3000 человек где не исповедовались? Принимали, крещение служили. Тот обольститель и антихрист. Ты не ходишь никуда, ты только домой, даже в собрании не хочешь остаться. Ты обольститель и антихрист. Ты не исповедуешь никому. А если ты помогаешь, помогаешь, ты участвуешь в этом деле. Он проповедник, пророк, принявший пророка, напоивший, получит награду пророка. Ты не выходя из дома, можешь получить награду. Но молись об этом. Распространяй то, что уже у нас есть. У нас есть сокровища на столе, которым равны нигде больше нет. И нам Господь позволил это. Вы не забывайте, как нужно молиться сегодня. К нам обращается столько людей сейчас. Я вот сегодня только полтора часа с одним мусульманином беседовал. Как, ну, да он теперь берет, как, еще встретиться где. И передо мной только в прошлом году прошло мусульман 2600. И индивидуально с ними беседовал. Это не один человек. А какая там работа, Бог знает. Итак, еще раз прочитаем. Галатам 1,8,9. Я это им считаю. Если вы не исповедуете, вы все под Анапу попадаете. Я не называю ни их книгу, чтобы не драконить, как говорят. Но мы должны сказать это. 4,12. День апостолов. Нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спасись. Верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную. Евангелесиана 3006. Не верующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Я обязан им это сказать. Книгу их я не трогаю, не критикую. Итак. Но если бы даже мы или ангелы с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Нам сколько всего говорят церкви. Вот эти крестные ходы придумали. Смотрите. Вы вспомните. Даже я уж покойника вспомню. Дмитрия Смирнова. Православие такое. Это нам на пользу. Это нам на пользу. Господь испытывает нас. Вирусы испугались. Я вчера большое выступление на Кипре. Священник, протопресвитер. Голос такой у него. И все говорит. А все обман. Что делается сейчас. Ничего этого нет. И там на Кипре. У нас говорят. Все стоят. Ну кто желает. Там заходят. С маской. И увидят. И все снимают. Нет. Они больные. Ничего нет. Вы поймите для чего это все делается. Приучить нас к послушанию. Разделить друг от друга не ближе полтора метра. А потом вот тебе ищепирование. Мы вплотную подошли. И все еще огрызаются. Не знают. Вы увидите. Что будет. Минимум через три года. Это сегодня. Притом выступают люди. Не какие-то лауреаты Нобелевской премии. Предупреждают. О смертельной опасности. Которая нависла. Распростерла над нами крылья. Считай слово Божие. Больше ничего не надо говорить. И так дальше. Девятый стих. С неба ангел. Ты видишь ангел стоит. Там Гавриил, Джебреил. Анапима. Стоят апостолы все вместе. Не то говорят. Анапима. Как прежде мы сказали. Так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам. Не то что вы приняли. Да будет анафима. Я попрошу. Кому-то передайте Библию. Потом я возьму ее. Вот это место одно откройте. Потому что это каноническое. А здесь не каноническое. Нужно будет просчитать. Третье. Нет. Книга Премудрости мне нужно просчитать. Откройте-ка там. Премудрость. 14-16. Потом. 15-го можно стиха. Отец терзающийся горькую скорбью о рано умершем сыне, сделав изображение его как уже мертвого человека, затем стал почитать его как Бога и передал подвластным тайны и жертвоприношения. Так вот, дальше мы читаем. Смотрите как. Сын умер, он терзается скорбью. Картину нарисовали. И передали. Теперь канонизируют. Все. И стали почитать как Божество. Дальше. Потом. Утвердившийся временем этот нечестивый обычай соблюдаем был как закон. И по повелениям властителей извояние почитаемо было как Божество. Как Божество. Вернулся один знакомый парень деревенский. Я говорю, что. Да, посадили меня там. А что такое? Даже спорил с одним. А на стене висел портрет Сталина. Я его не видел и не знал. Он упал. Я ногой на него наступил. Лет 10, кажется, дали. Божество. Тронуть нельзя. А теперь... Ну, подумайте сами. Если канонизируют Сталина и Гитлер, куда мы скатились? Это не прелесть. Даже сказать страшно. Это лечь идет о миллионах людей. Ни одного человека убил. Миллионы. За этим... Булак стоит 66 миллионов. С ума сойти надо. Вот как этот обычай устанавливался. В Библии передайте. Возьмите еще. Потерпите еще немножко. Чуть-чуть. Тут надо было считать еще одно. Числа. 18-10. Числа 18-10. Я хочу показать слово Святейшее, где употребляется в Библии. Мы не должны за эту грань переходить. Повторяю. Святейшим Библия не называет Бога, Творца Вселенной. Святого Югового не называет. Ни Троицы, ни Лицы, никак. На святейшем месте ешьте это. Все мужеского пола могут есть. Ты и сыны твои. Эта святыня да будет для тебя. Так. Подождите. Четверть. Числа, посмотрите, 8-10. Там поминается слово Святейшее. На святейшем месте. Ну все. Еще одно просчитаем. Иуда. 1-20. Речь идет о месте, где храм. А у нас храм не заманишь. На канун Андрея Критского 10-12 человек. Как Андрей Ткачевов, очень известный проповедник, сейчас в православии, с Украины бежал он, когда ему смертельная опасность там была. И он говорит об этом. Вот день пророка Ильи, храм забитый, 2-го августа. Воскресный день пришел, в честь Христа. И говорит, ну придет Илья, он вам голову поотвечивает. И наш человек подарил ему Библию недавно. А он говорит, и вдруг он сейчас выходит с Библии вот так. Мы так ахнули. Все говорят, смотрите, я не могу... Ну именно после того, как ему подарили наши трехтомники, и он сейчас выходит с Библии в руках. Настолько для всех, необычно, прям целые главы засчитывает. А он очень такой активный, радостно смотреть. И ко мне отсюда пошли сразу известия. Может это не связано, но слишком похоже. Вот выступает и Андрей Кураев говорит. Ну прям фраза оттуда. Это он берет от вас, он приезжал сюда. Может быть, не знаю. Не знаю. Я только благодарю. Молитесь о гонимых, об отлученных, об изверженных. Этот Сергий Ивумен сидит сейчас в тюрьме. Он бы многое сделал не так, если бы мы познакомились. А теперь государство выгоняем видео по-другому, с чем мы думаем. Итак, 1.20. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Но святейше верим. Вы не стыдитесь никогда сказать людям, что мы православные, с чем-то и не согласны. Но у нас есть община. Священник с нами. Исповать в отдельной комнате. Порядок полный. С тарелкой не ходят. Таинство не берет. Включено десятина, которым все покрывает. Не бойтесь сказать. Вера святейшая. Вообще вера святейшая. Даже еще когда ничего и храмов не было. Это Иуда пишет. Святейшая, повторяю, нет. И святейшая нет. И поэтому звания все человеческие. Я патриарху написал письмо. Подтвердили. Я сначала послал местному архиерею письмо. Ничего там такого нет. Мы послали тогда. И там всегда нужно назвать святейшей. Я не назвал. Просто сказал. Патриарх, московский, всея Руси. Итак, то, что мы слышали, да поможет Господь сохранить в нашей памяти. Прославить Бога, что нам это открыл Он. И не проклинайте прежде времени. И не канонизируйте. А это было и будет. Канонизированные люди, а были два года канонизации, пишут сколько. Из канонизации это убрали, а в их счастье уже дети крестьяне. Ну дети можно там. Храм в их счастье надо было. Храм не переименуешь теперь. А их где канонизировали? Узнали, что они при допросах выдали других людей. Ну я речь шла о 30-х годах где-то. Об этом. 37-й год вот этот. Мы должны сказать, Господи, повторяю, я святых признаю, молюсь. Ну, если нужно так сказать, то двоим человеком я не молюсь. Потому что я даже про святогости, по-моему, говорю. Посмотрите, вот с чем приходят. Почитайте, там эта книга висит, к Матронушке. Духовно ни одного вопроса нет. Среди тысяч ни одного нет. А о чем? Дай мне веру. Помоги моему неверию. Господи, Тебе слава за все. Отечественный Святой Дух. Аминь. Спасибо.